Музыка Выход через сувенирную лавку. Номинирован британский художник и графичик Бэнкси. Давайте покажем кадры из этого фильма. Известный в том числе, собственно, Бэнкси и тем, что никто и не видел его лица, и не знает его имени. Вокруг этого факта развернулся полноценный скандал накануне церемонии. Президент киноакадемии Том Ширак заявил Бэнкси, если вы получите Оскар, то, пожалуйста, не надо выходить на сцену в маске обезьяны. Это недостойно киноакадемии. А накануне неизвестный британец, как вы знаете, попытался продать на аукционе eBay бумажку с настоящим именем Бэнкси за миллион долларов США. Мы обсудим сегодня проблему функционирования анонимов в современной культуре. Я хочу вам представить нашу гостью. Это литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. С вами мы поговорим немножко все-таки об этой проблеме в литературном ракурсе. Если говорить на примере литературного процесса, кто обычно является инициатором создания псевдонима и сокрытия истинного лица автора? Издатель или сам писатель? Вы знаете, если это настоящий писатель, то это, конечно, сам писатель. А если это бригада, которая работает по издательскому проекту, то я думаю, что это возможно издательство. Вы говорите «бригада». То есть есть прецеденты, когда на одно имя работают команды писателей? А можно ли привести примеры, как это вообще функционирует, такой механизм? Вы знаете, ну я с этим, как издатель, сама не сталкивалась, как издатель литературного журнала, потому что мы печатаем совсем другую литературу. Но я знаю, что есть то, что можно назвать литературными неграми, которые работают на одно определенное имя, потому что ни один детективчик не может выдать, скажем, 40 романов детективных год. Вот у нас есть там имя такое, Виктория Платова. Там работают, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, но, насколько я знаю, несколько человек. Это такая китайская фабрика сидит. Это такая фабрика, там несколько человек. Я думаю, что кто-то придумывает, разрабатывает сюжеты. Потом они разбрасываются по главам. Потом бригада, то есть... Я думаю, что люди вполне там работают профессионально, и каждый пишет свою часть. Потом они сводят, какой-то редактор сводит, чтобы, не дай бог, имя или фамилия, или должность в этом детективном романе не соответствовали тому, что в начале, тому, что в конце. Чтобы все концы были связаны. А когда появилась такая прагматическая практика, когда имя искусственно создается, набирается бригада или один человек, и как бы делается такой менеджерский или продюсерский проект? Ну, я думаю, что это случилось после того, как литература стала фактом коммерции. Вернее, даже не литература, а вот литературные изделия, скажем так. Вот началась такая фабрика литературы. Литература-то у нас всякая, разная есть. А есть люди, которые сами придумывают литературные проекты, и для этого придумывают псевдоним, такую вот маску. Ну, как Борис Акунин, это вполне известно, потому что я-то его знала, как Григорий Ачхартишвили, моего коллегу, заместителя главного редактора журнала «Иностранная литература». При этом он даже был лауреатом нашего журнала. И вдруг, никому не говоря, он не признавался года два в том, что Акунин – это он. Значит, стали появляться его вещи. Нет, это просто вот, я так понимаю, что это совершенно действительно, это маска, это другой писатель. Это вот продуманный проект. Я думаю, что он сначала думал, будет ли успех. Не то, что он стеснялся вообще, получится, не получится, это же никто не знает, да? И вы будете смеяться, но мы в журнале «Знамя» напечатали, по-моему, такую вполне резкую рецензию, причем человека, который тоже имеет маски. Такой есть Роман Арбитман, который живет в городе Заратове. Он критик, но одновременно он Лев Горский. И одновременно он Рустам Кац, который пишет литературно-ведические книги, в том числе и о фантазике. Это же какое-то постмодернистское безумие, когда одно имя пишет. Да, и вот он, вот разные имена, но он под своим именем написал вполне гневную рецензию на одно из первых произведений Бориса Акунина. Мы напечатали, потом мы получили ананимно, то ли по факсу, то ли что-то там, не могли найти концов. Как бы от Бориса Акунина гневный ответ на эту Филиппику. А потом, где-то через год, я только узнала, то есть он объявил, Григорий Харцишвили, Григорий Шалович, наш автор, повторяю, как эссеист и луреат премии журнала «Знамя» за свое замечательное эссе о литературе, которое мы участвовали, вот что он и есть Борис Акунин. То есть это конспирологический роман, на самом деле? На самом деле, я думаю, что это очень правильно, потому что он действительно, вот уже будучи Борисом Акуниным, потом он же выпустил пару книг, еще как Григорий Харцишвили, совсем недавно. Одна из них — «Кладбищенские истории», это очень интересная книга, в которой сосуществуют эссе и новеллы, действия происходят на кладбищах, есть эссе об этих кладбищах, под фамилией Чхарцишвили. Поэтому еще не... и писательство самоубийства была, книга более чем научная. Тоже достаточно при этом коммерческая. То есть, надо сказать, что этот автор коммерческий... Я думаю, что она была очень коммерчески успешная, но тем не менее. А можно ли сказать, что Борис Акунин сыграл на руку карьере Чхарцишвили? Я думаю, что карьера Чхарцишвили развивалась бы так же неплохо. Он еще и переводчик замечательный из японского языка, да? Он же Миссиму переводил. Вот. Поэтому он вот един в трех лицах. Литература вед, переводчик и... Вот вы меня навели на следующую мысль. А бывают такие ситуации, когда, как бы, получается, литературный герой, на самом деле, да? Ну, на самом деле, это персонаж, скажем так, это персонажное развитие литературы. Вот Фигель-Мигль, есть такой Фигель-Мигль, да, живет в Петербурге. И оно издало и книгу, оно, значит, был, напечатало свой коврик молитвенный в журнале «Звезда» в 2004 году. И это произведение было выдвинуто на премию, которую я придумала, которая тоже, в общем, такая премия и фикция, потому что она премия имени, не существующая. Знаете, какая? Это премия Ивана Петровича Белкина, потому что она в Пушкин, знаешь, все, и он придумал вот этого самого Белкина, причем он придумал гениально. Ведь Белкин-то умер к моменту, когда, между прочим, у нас юбилей сейчас, потому что книжка «Повести Белкина», там не было написано, что это Пушкин, вышла в 1831 году, да? Не было написано, что это? Нет, 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 потом он признался. Вообще, «Повести Белкина» получили разнообразные отклики, совсем не все положительные. Классический пример, да? Вот это первый. И я придумала премию, премию имени литературного героя, имени литературного персонажа, выдуманного писателем, как писатель. То есть это премия Ивана Петровича Белкина, которой в этом году уже 10 лет. И вот на эту премию была выдвинута повесть «Фигля Мигля». Ну, вполне гармонично. Господи, ну где же этот «Фигля Мигля»? В конце концов, мы же не... «Фигля Мигля» не получил главную премию, но вышел в финал. И нужно же было деньги ему передать. И что мы делали? А что мы делали? А мы нашли этого «Фигля Мигля», я не имею права раскрывать. Это женщина. Вот интересно. Оно оказалось женщиной. И этого вообще примеров очень много. У нас и сегодня есть такие примеры. Вот пример. Вы привели из собственной практики. Вы встречались с человеком, вы разыскали человека, который скрывается под псевдонимом. Еще могу сказать. Это разочаровывающий опыт. Вы знаете, я ее не видела. Она приехала к нам... Нет, нет, нет. Она выждала тот момент... Второй Бэнкси просто. Да, она выждала тот момент, когда меня не было в редакции. Она приехала к нашему секретарю, оставила все свои данные, чтобы можно было перевести на сберкнижку эту небольшую, но все-таки денежку. Да. И что? Ну, то есть деньги перевели? А как же? Да, деньги перевели. Дуберкнижка есть. Вот Ульяна Гамайон, которая в прошлом году тоже... У нас ведь такое истерическое отношение к литературе, несмотря на то, что она не в центре общественного внимания, но... Не сдавайте наших героев. Мы потом про них сделали отдельный материал. Хорошо. Покажу обязательно позже. А я хотела бы привести пример из художественной практики, которая тоже, в принципе, является неким подтверждением того, что вы рассказываете, как функционируют аналогичные псевдоавторы в художественном мире. Давайте покажем небольшое видео, связанное с группой Танатас Банионис. В 2008 году был придуман проект под названием Танатас Банионис, за которым скрывалась группа очень успешных людей. Она обладала солидным бюджетом и хотела поиграть в художников. Они посчитали, что так хорошо знают систему функционирования современного искусства, что, как в фильме «Бэнкси» выход через сувернирную лавку, могут профанировать создание художественного произведения. Говорят, что во главе группы стоял совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин. И действительно, их первый же проект получил номинацию на очень престижную премию Кандинского. Проект был посвящен камикадзе и включал фото, видео и татуированные спины прекрасных юных пяти девушек. Спустя время про проект забыли, так как вот эта вот группа успешных молодых людей охладела к этой истории. Давайте вернемся в студию. Собственно, вот пример ситуации, когда искусственно придуманное имя, искусственно придуманный проект выстрелил, отработал, и люди перегорели. То есть они поиграли в некого псевдоперсонажа и оставили эту историю, оставили эту идею. Были ли такие ситуации в литературе, когда наоборот человек единожды написал произведение под псевдонимом, после чего исчезал как автор и функционировал в каком-то другом плуа? Ну вот у нас самый последний, скажем так, вот такой скандал в литературе, это появление Романа Натановна Дубовицкого «Около ноля». Довольно быстро был разгадан тоже якобы автор. Причем автор сначала был очень рад тому, что появились рецензии такие, что было написано даже в одной из рецензий, которую написал Кирилл Решетников, кстати, известный как поэт под псевдонимом Шиш Брянский, значит, он написал, что появился новый культовый автор. Понимаете, никто еще не читал, только что вот напечатано в журнале «Русский пионер» как бы в своей тусовке. В журнале «Русский пионер» уже очень много продается. Да, да, да. И вот сразу это было сказано, подхвачено, Кирилл Сребренков сказал, что немедленно это все ставит. И ясно, что у одного из наших кремлевских людей есть жена по имени Наталья и фамилия Дубовицкая. Провели расследование. Ну, так это же и так ясно, кто это. Вот этот самый человек пришел на тусовку какую-то твою русско-пионерскую в черный, он такой был, ну, типа маскарад, карнавал, в черном плаще и в черной шляпе. Мне кажется, сурков это уже не надо, в принципе, еще черная шляпа. Да, а потом он даже вроде бы якобы отрекся от этого романа, сказал, что он плохой, потом сказал, что нет, не такой он плохой. В общем, началась вот такая игра вокруг этого романа. Сейчас уже он поставлен в МХТ, тем же самым Кириллом Сребренковым. Я еще не видела, ничего сказать не могу. Но текст мне показался таким, ну, слабеньким, что, может быть, если бы я его читала, а я ведь все вещи читаю анонимно. Как это вы читаете все вещи? Конечно, но ведь мне же приносят, нам в редакцию приносят рукописи не только знаменитые писатели, и мы печатаем отнюдь не только знаменитых писателей. В общем, на самом деле, вот Мария Чудакова говорила, чем отличаюсь, грубо говоря, я от нее, потому что я ведь тоже литературовед, там, доктор наук и так далее. Но это не влияет, потому что текст мне приносят Тютькин, Пупкин, Белкин. Я не знаю, кто это. У него фамилия, которая ничего для меня не обозначает. А вы советуете ему сменить неблагозвучную фамилию? Понимаете, ну вот у меня фамилия Иванова. Вот я все думала, вот нужно мне оставлять фамилию Иванова. Вот думала я в свои 25 лет, когда я еще не так печаталась. Когда могла выбирать. Да, могла выбирать. Причем я дважды, там, теперь уже трижды выходила замуж, и каждый раз могла взять совсем другую фамилию. Гораздо более звучную, иногда очень литературную. Вот, но я ее ни разу не взяла. Потому что я, у меня другой азарт, скажем, вот доказать, что с фамилией Иванова можно стать Натальей Ивановой. Да? А вот менять, это вот каждому, каждый как хочет. Вот моя дочь Мария Рыбакова, есть такой писатель, автор Анна Грома и ее призрак, да? Самое интересное, после того, как вышел ее роман, то какая-то, вот я не знаю, какой-то персонаж литературный появился, который стал печататься под псевдонимом Анна Гром. И что же делать? Нет, но он так вот попечатался, или она попечаталась, опечатался и куда-то там смылся. Вот, что делать? Что касается Белкина, у меня, что делать с Белкиным? Вот я только что, вот у меня сигнал просто в сумочке, я выпустила книжку под названием «Новый Белкин», куда собрала лучшие повести из повести финалистов, да? А еще у нас есть премия «Станционный смотритель», это вот критиков там, я прислала критиками. «Новый Белкин», думаю, как хорошо, я придумала «Новый Белкин». Одновременно в другом издательстве тоже подумали, что Белкин – это бренд. Раз уже теперь, вот вокруг этой мистификационной фамилии раскрутился там, и премия раскрутилась и так далее, они выпустили книжку под названием «Наследница Белкина». Что делать? Идти и забивать за собой фамилию Белкина. А можно как-то вот, не знаю, завести какой-то копирайк, где-то зарегистрироваться, чтобы быть первым? Да, можно, можно. Вот я думаю, что вот к этому все идет. То есть Белкина пора регистрировать, потому что стал модным. А скажите, пожалуйста, вот я начала говорить о том, что есть фактор благозвучия. Есть. Действительно, бывают же ситуации, когда издательство… И есть неблагозвучие. И это очень хорошо. Потому что Бахаткин же под своим фамилием. Так, все, мы должны вам показать сейчас нашу инфографику, то есть наш материал, потому что у нас есть все эти персонажи там. Ну давайте. А вы нам продадите их все заранее. Давайте покажем это небольшое видео. Давайте. Год назад лауреатом премии Белкина стала молодой писатель Ульяна Гамаюн. За повесть «Безмолвная жизнь» со старым ботинком. В лицо ее никто не видел. Известно, что эта девушка 25 лет, из Днепропетровска. Математик и программист. Но поговаривает это все лишь легенда. Просто кто-то умело шифруется. Вот и на вручение премии Белкина Гамаюн не явилась. Много вопросов вызывает и еще один фаворит премии Белкина. Писатель Фигль Мигль. О нем впервые заговорили еще в 2001. Сошлись на том, что это молодой филолог из Питера. На публике он тоже не появлялся. Недавно вышел его новый футурологический роман «Счастье». До сих пор неизвестна даже половая принадлежность анонима. Одни уверены, это дама, другие кивают на питерского писателя Самуила Лурье. А вот кто скрывается под маской поэта-ирониста со странным именем «Ремонт приборов», стало известно относительно недавно. Им оказался известный поэт Бахыт Кинжеев, который сейчас живет в Канаде. Этот псевдоним он использовал только в интернете. По легенде, «Ремонт приборов» — это такой дыровитый самородок из Сибири. Пенсионер, инженер-осинизатор профессии, когда-то работавший сантехником и вот решивший с дури писать стихи. В конце 90-х в России вышли книги Макса Фрая о выдуманной стране эхо и ее обитателях. Читатели гадали, кто же этот новый фантаст, несколько лет. Пока в 2001-м Дмитрий Дибров в эфире ОРТ не открыл карты. Им оказалась одесская художница, филолог и литературный критик по имени Светлана Мартынчик. Ей пришлось засветиться, когда из-за детства азбука пыталась зарегистрировать Макса Фрая как торговую марку. И самой громкой литературной мистификацией последних времен стал Натан Дубовицкий, автор наделавшего шуму романа «Около нуля». Вроде бы за этим именем скрывается первый замруководителя администрации президента Владислав Сурков, которому просто не по щину рассекречивать свой псевдоним. Вот создавался псевдоним Мартынчик Фрай, да? При этом есть прекрасный... Только живет она теперь не в Одессе, а в Вильнюсе. Ну, я из Одессы, мне приятно, что она когда-то была тоже отсюда. Есть писатель прекрасный английский Фрай. Да. Как это вообще? Вот как это совпало? Случайность? Нет, я не думаю, что это случайность. Я думаю, что это хорошо продуманная стратегия. Что по созвучию рядом, во-первых, непонятно. Смешаем. Да, смешаем. Во-первых, непонятная принадлежность. То ли это перевод с какого-то там английского, да? Потому что Стивена Фрай все знают и любят. Он, кроме того, что замечательный актер, прекрасный писатель, да? И вот эта игра замечательно сработала. При этом Светлана Мартынчик и ее муж, вот они начали вместе писать. Ага. Да, его. И после этого она уже теперь, по-моему, работает одна. И не только пишет, а создает целые серии, подхваченные издательством. Издательство издает в определенных обложках. Вот. И читатель покупает. Хотя на самом деле, на самом деле, это вот создание и пересоздание такого писательского мифа. Это тоже писательский проект. Такой. Я бы даже сказала, писательский проект. Это вот такой вот издательский проект, скорее. Который ведет один человек. Теперь уже. Скажите, а для вас есть какие-то до сих пор... А если, я прошу прощения, если бы была Мартынчик, ничего бы не получилось, да? Почему вы так думаете? Фамилия неправильная. То есть, чтобы она не писала... Можно было... Нет, нет, нет. Ей надо было бы что-то с этим делать. Вот эта проблема благослучия и неблагослучия, она все-таки, конечно, немножко существует. Хотя Белкин, это так просто. А Пушкин? Слушайте, а есть писатель Иванов прекрасный. Ну, Иванов, я понимаю. Он функционирует, жив-здоров. Да, да, да. Нет, все нормально. У нас появился еще один Иванов, который живет в Таллине. Андрей Иванов. Да? Очень любопытный прозаик, который получил... Это вышло, по-моему, третье место получил русской премии. Тоже решил не менять фамилию. Нет, нет, нет. Мы Иванова фамилию не меняем. Твердые люди. А скажите, есть ли для вас по-прежнему какие-то загадки в литературном мире, кто и на самом деле скрывается за псевдонимом? Понимаете, вот что касается Ульяны Гамаюн. Дело в том, что в первом номере журнала «Знамя» мы напечатали ее новую повесть. А под знаком «Бесконечность». Это тоже там никакого ни слова нет, просто знак «Бесконечность». Вот такая новая повесть, которую я всех призываю читать. Редактор с ней работал очень-очень долго и упорно, но по телефону. Редакция потратила много денег, мы звонили в Днепропетровск. Девушка очень упорная. Действительно, она программист. Но опять же, мы же не знаем, из-за чего человек не хочет появляться. Может быть, у него какие-то проблемы, не хочет появляться на людях. Может быть, у человека какие-нибудь другие возможности, чем у нас с вами для передвижения. Мы же не знаем ничего. Но человек одаренный, человек пишет, человек работает. Человека чуть не затравили в прошлом году, когда она получила вот эту премию. И она даже вынуждена была отказаться, сказать, что нет, я не достойна. Потрясающе. Это настоящее кино, на самом деле. Абсолютно. То есть загадка, она все-таки работает на конечный продукт. Да, я очень рада. И потому, как вы об этом рассказываете, это даже вас цепляет. Слушайте, я должна вам сказать, что я никогда не думала, что премия Белкина будет все время, вот этот фантом Белкина будет все время порождать вот эти вот фантомные фигуры. Но он их порождает. Я тоже думаю, может быть, это Самуэл Лурье. Я тоже думаю, может быть, это вот какая-то дама, которая приезжала со своей книжкой, может, она его пиятельница, я не знаю, по тексту сказать, что это написал 30-ти с небольшим летний человек. Я не могу. Мне кажется, что это человек, который абсолютно искушен в литературе, который фигель-мегель. Но ведь Санечка Лурье, прошу прощения за слово Санечка, потому что я его очень люблю и с ним дружна. Ведь он же тоже не только Лурье, он же еще ведь критик Сергей Гидройц, который в течение ряда лет печатал рецензии. В такая была рубрика в журнале «Звезда» «Печатный двор». Всем, между прочим, рекомендую. И сейчас можно перечитать, потому что рецензии отточенные, прелестные, блестящие. Вот Гидройц – это он. Это он уже не отрицал. Мне кажется, я сойду с ума. Это была интереснейшая тема про фантомы в современной культуре. Бесконечная, потому что за каждым есть еще вторая и третья жизнь, как выяснилось. Спасибо большое. С нами была Наталья Иванова, которая нам раскрыла тайны.